14 марта ежегодно весь адыгский мир отмечает День черкесской письменности. Стала доброй традицией накануне этого дня писать тотальный диктант. Этот год не стал исключением. И в Государственной национальной библиотеке имени Хальмад Байрамоковой прошло мероприятие, посвященное Дню письменности. Зарема Карданова подробнее. Вначале ко всем участникам диктанта, представителям творческой интеллигенции, активистам общественных движений, которые пришли узнать свои знания родного языка, обратился президент МЧА Хаутис Ахроков по интернет-трансляции в режиме онлайн и рассказал, какое внимание уделяет глава государства Владимир Путин сохранению родных языков, а затем поблагодарил всех, кто работает с родным языком. Сегодня очень важное мероприятие, которое проводится по инициативе Международной черкесской ассоциации уже третий год. Любой желающий может, сидя дома, написать диктант. Текстом для диктанта выбрали исследовательскую работу известного писателя Хамида Кормокова «Шора Ногмов и адыгский фольклор». История адхейского народа Шоры Ногмова выпущена в Тифлисии в 1841 году. Этот эпический масштабный материал, охватывающий события с древнейших времен до XIX века, дал возможность представить жизнь народа в длительном временном пространстве. Об этом идёт речь в работе Кормокова. Язык – это душа народа. У нас – это душа народа, поэтому говорите, учите, учите своих детей родному языку. Очень хочу свой язык знать отлично. И этот древнейший хетский язык, который дошёл до наших дней, должен быть сохранён. 68-я и 69-я статьи Конституции России в своих поправках гласят о закреплении за государством ответственности по сохранению и развитию языков малочисленных народов. Как и Шора Ногмов, языковеды, литераторы и общественные деятели ратуют за то, чтобы процесс знакомства России с культурой адыгов проходил под знаком факта, что мы – часть народа в России, процесс культурного возрождения своего народа – Ногмов не отделял от общероссийского, в чём и состояла его историческая правота и дальновидность. А его фундаментальный труд сравнивают с повестью временных лет. Сегодняшние участники диктанта сумели приобщиться к труду знаменитого просветителя и ещё раз вспомнили о своих корнях. Зарема Карданова, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия. Карачаева. Черкесия.